Друзья, давно мы с вами не общались за чашечкой кофе в очередном пабе. Я сегодня зашла в выпить чашечку своего кофе, как обычно. И вот в прекрасном месте, в замечательном еще одном пабе, я буду пить свой кофе и расскажу вам кое-что еще. А вот сейчас хочу сначала показать немножко интерьер этого паба. Здесь камин. Вот такой. Здесь такие картины, какие-то... Ну вот один я вижу Нельсон вот здесь. Это Адмирал Нельсон, тот, кто не знает. Вот это вот какой-то, наверное, король, друзья. Я не знаю, вот этого и того не знаю. К сожалению, к своему стыду. Но посмотрите, какие рамы, друзья. У меня рамы, по-моему, даже больше впечатляют, чем сами картины. Но и Нельсон тоже неплохо. Он был очень маленького роста, как вы знаете. Но такой голубоглазый, симпатичный. И вот еще тут такой, тоже в такой огромной, красивой золоченой раме, портрет один из уже последних. Это королева Виктория. Когда она уже была грубокой старухой. Вот. Ну, а я сегодня, знаете, что хочу вам рассказать, друзья? Я вам не рассказывала по поводу своей свадьбы. О своей свадьбе здесь. Как у нас происходила свадьба. Вы меня спрашиваете. Рассказывать вам какие-то истории из своей жизни. Ну вот. У меня есть одна такая интересная история. Может быть, не настолько про свадьбу. А вот как я речь держала на своей собственной свадьбе. Сейчас вам расскажу. Тоже довольно интересная история. Как вы знаете, я приехала сюда, в общем, чтобы выйти замуж за британского джентльмена. Он меня пригласил. Я даже не получала визу невесты, потому что он настолько был настойчив сразу пожениться. И он настолько боялся меня потерять, что он нашел все возможные варианты, как можно быстрее нам сыграть свадьбу, пожениться, чтобы нас расписали. И он нашел, что это можно сделать в церкви. А в церкви у него был знакомый Бишоп. Это католический священник довольно высокого ранга. И вот мы имели беседу с этим священником. Я вам скину видео. Те, кто не слышал этой истории, можете посмотреть, послушать. Скину внизу ссылочку на видео. Вот. Ну и все это происходило просто очень быстро. Как говорится, я и глазом моргнуть не успела, когда оказалась замужем. И, естественно, что когда я согласилась, мой муж взял все, значит, эти хлопоты на себя по организации свадьбы, чтобы все это, как это все проходит. Ну и потом, что я могла, чем я могла ему помочь. В общем-то, ничем. Ничего я не знала. И потом мне свадьба практически была и не нужна. Ну, расписаться, да, потому что я бы вообще не смогла жить тогда, остаться с ним. Потому что виза невесты даже, по-моему, на 6 месяцев как-то так. Но если мы собирались уже жить постоянно, то нужно было так или иначе расписываться из-за того, чтобы получить какое-то постоянное жительство здесь, документ. Вот. А никакой свадьбы мне, в общем-то, и не нужно было. Тем более я знала, что родственники мои не смогут приехать. Так быстро визу не дают. И получить ее очень трудно и дорого. И у меня уже пожилые родители. Да и, в общем-то, и Даши тогда у моей дочки было. Ей было недосуг, маленький ребенок. Ну и, в общем, как бы мне и не надо было эту свадьбу. Кофе вот к моему положено. Еще вот такая маленькая шоколадочка мне дали. Вы знаете, в этом пабе у них очень хороший шоколад швейцарский. Просто именно натуральный швейцарский великолепный. Я здесь часто бываю и мне очень нравится именно шоколад. Да, ну и вот. Так как мой муж взял на себя все хлопоты по организации вот этого торжественного вечера. Он пригласил своих друзей. У нас на свадьбе было 35 человек. Только его друзья, как вы понимаете. Ну, как он говорил, это наши друзья. Ну, вот. Его семья приехала. Его семья, я имею в виду, его дочка с мужем. Вот. И его внуки. И остальные, это, в общем-то, наши друзья из Пробосклуба. Которых тогда, на тот момент я еще не очень знала. Ну, вот как раз мы и знакомились. Таким образом. Вот. И муж заказал на 35 человек вечером после, значит, нашего венчания в церкви обед. Вот. Мы все туда последовали после венчания. Значит, там расселись по каким-то там, я не знаю, диванчикам и креслам. Для того, чтобы это подождать. Подождать, пока накроют стол. Так это у них происходит. Подождать, пока подойдут еще другие гости. Ну, и вот это как раз как у них происходит. После венчания уже, значит, вот именно, ну, это, наверное, так же, как у нас. Именно в ресторане. Там, в общем, как бы сказать, поздравляют уже конкретно. И у нас бы сказали, дарят подарки. А здесь, друзья, подарки – это чисто символическая вещь называется. И, в общем-то, насколько я знаю, не знаю, как других свадьбы, может быть, английские проходили по-другому. Ну, я говорю о том, что я видела сама и что происходило у нас. То есть вот перед вот этим вот, значит, торжественным ужином, перед тем, как нам сесть за стол, ко мне подходили по очереди, значит, кто хотел мне что-то подарить. В основном, какие подарки, значит, вот расскажу вам. Дарят открытки, очень долгую речь толкают перед этим, чтобы вручить открытку. Открытка обычно в конвертике. Вы знаете, свадьба в этом плане ничем не отличается от любого другого какого-то праздника, потому что все равно открыточка в конвертике, это у них вот так вот принято всегда. Вот, тебе дарят вот этот конвертик, там, естественно, никаких денег в помине нет, как у нас бывает в конверт кладут. Просто открыточка с пожеланиями. Вот. Ну, некоторые дарят такие, знаете, символические подарки. Вот часто у них дарят вино, допустим. Вот, значит, или там бутылку шампанского. Вот нам подарили в красивой коробочке такой на бархате две рюмочки. Таких посеребренных, значит, это у них называется, сильва-плейт. Потом мне, значит, вот его дочка с мужем подарили нам, то есть, скатерть с четырьмя салфеточками. Такая вполне обычная скатерть, просто какая-то отпечатанная, кружевная. Четыре салфеточки. Но зато она очень долго рассказывала, как это все, какая прекрасная скатерть, как прекрасно она мне будет служить. Ну, вот такие подарки. Вы знаете, отвлеклась очень надолго. Даже забыла, про что говорила. Потому что решила вам все-таки рассказать, что это за три портрета тут. И что вы думаете? Целая история. Полчаса разбирались. Всем коллективам этого бара, этого паба, и молодые, и старые, все пришли. Все разузнали Нельсона, остальные один сказал, что это Васка де Гамма, другой сказал, что вот тот третий это Кук, четвертый какого-то еще мне назвали. В общем, все три сошлись, что это какие-то три английских капитана кораблей. Но вот придется приходить. Вы знаете, они так и не смогли мне ответить. Вот этот став, которые люди, которые здесь работают, и молодые, и старые, понятия не имеют, что за картины висят у них в баре. Ну, такие вот они. Но зато сейчас я их взбудоражила, они побежали крутить весь интернет. И сказали, я говорю, ладно, не беспокойтесь, я сама найду. Они сказали, нет, нет, нам даже интересно, мы на будущее будем знать тоже. Так что вот я вышла из паба. Хотела вам показать вот эту толпу возле компьютера, вы, наверное, видели, у барной стойки. И я хотела их снять и показать, как они стали там все рыскать попами туда. Уставились попами вверх. Все в этот компьютер, чтобы найти, кто это такие. Когда я их стала снимать, они испугались и все разбежались. Не хотят фотографироваться. И вот так они сейчас, может быть, что-то там и найдут по поводу этих капитанов. Но взбудоражила я их, конечно, очень сильно, друзья. Даже смешно. И я настолько отвлеклась от своего рассказа, друзья, в связи с этой историей, что прям не знаю. И вот пока тут вот они тут все мне это искали и бегали, выясняли. И до сих пор еще выясняют. Я на улицу вышла, я в том же самом кафе сижу. Вот мне еще одна пришла вам рассказать мысль, пришла на ум. Вы знаете, вот то, что говорят, что вот англичане такие чопорные, что вот они такие неприступные. Не знаю как, как кому, может быть, когда-то это было давно все так. А сейчас все, в общем-то, настолько удивляются, что они вот такие вот, наоборот, разговорчивые, открытые. Если вы кого-то, допустим, спросите или кому-то улыбнетесь, затронете, они обязательно заговорят. Они обязательно приложат максимум усилий, чтобы вам помочь. Они будут долго все рассказывать, долго все показывать. В этом плане вот и помню, зять у меня очень удивлялся, когда сюда приехал, говорит, боже, как все, как все не так, как нам рассказывают и как мы себе представляем, что англичане такие чопорные. Они, может быть, где-то в чем-то и чопорные, но вот именно вот в общении они очень легкие, открытые и очень френдли, так скажем. Тут у них стоят еще вот такие пять каких-то военных солдатушек, ребятушек. Фигуры тоже стоят давным-давно. И вы знаете, когда я спросила, кто там у них на портретах, они не могли ответить. И потом там женщина такая смешная, она говорит, боже, вы сейчас еще спросите, что у нас за пять фигур там на улице стоят. Мы вообще понятия не имеем. Я говорю, да нет, я не спрошу. Я думаю, что это просто какие-то, не знаю, какие-то солдаты или кто-то, моряки, какие-то военные, короче. Спрашивать бесполезно. Вот, друзья, опаздываю, вы знаете, и рассказывать вам. Я говорю, я настолько задержалась там в своем этом пабе, потому что эта история просто смех один. Мне уже было неудобно уходить, они там все бросились искать, кто это такие. Я думаю, что я сейчас приеду домой, конечно, погуглю, что это за три английских капитана. Ну, то, что это три английских капитана, как бы они все сошлись в этих мыслях, но все радостно. Только Нельсона узнали. Вот они теперь, я уехала, потому что я тороплюсь на кабут сейл, и я уже опаздываю. Но так как я уже вам заявила, что я хочу вам рассказать, как я речь держала, вот я вам все-таки закончу. Постараюсь. В общем, я уже забыла, на чем я остановилась, но я буду говорить так. Значит, пока мой муж занимался приготовлениями к свадьбе, я, конечно, хотела тоже как-то принять участие, ему помочь. И я тут придумала такую историю, думаю, а давай-ка я скажу речь. Так как у меня английский плохой, я ее запишу, переведу через Google Translate. И, значит, вот скажу все, что я как бы тут, ну, все свои впечатления, пока у меня глаз не замыли. Ну, и потом людям будет приятно, англичанам. Конечно, я скажу все хорошее только, что я здесь увидела в стране. А здесь действительно много чего очень хорошего, что меня, знаете, всегда удивляла поначалу. Красота эта вся, думаю, все это я им расскажу, насколько они френдли. Вот. И мужу я сказала, вот я хочу вот так-то, так-то, как ты думаешь, что ты думаешь по этому поводу? Он сказал, о, слушай, это великолепно, конечно, будет интересно. И говорит, я даже тебе предлагаю не то, чтобы ты перевела и сказала по-английски, потому что, во-первых, английский будет затруднительно, у тебя произношение, там мало ли что, они поймут. Так, давай сделаем так, даже им будет интересно, какая-то экзотика. Если ты будешь говорить по-русски, а я буду переводить. Я говорю, боже, на самом деле, какая прелесть. Ну, и мы на том и порешили. Значит, я подготовила эту речь, я так приготовила мужу моему перевод. Себе написала на бумажке, там немножко, значит, вот так абзацами. Абзацами я говорю, значит, и останавливаюсь, он переводит. Дальше я опять говорю, он опять переводит. Все будут рады. Ну, и вот, когда наступил момент, я-то, в общем-то, особо не готовилась к этой речи. Что мне там к ней готовится? Она по-русски, это если бы по-английски говорить, то, конечно, а по-русски-то что? Ну, и, в общем, так мы и сделали. Когда уже все уселись за стол, когда уже, значит, немножко первое там блюдо горячее какое-то поели, перешли к десерту. И, значит, вот муж говорит, теперь вот моя жена хочет вам сказать речь, чтобы это было более интересно. Она будет говорить по-русски, я буду переводить. Ну, и все обрадовались, да, конечно, захлопали. Я встала. Вот, и, значит, начала говорить то, что я и хотела говорить, что вот, дорогие друзья, я очень рада вас здесь видеть всех, я очень рада попасть в эту страну, мне здесь все очень нравится. В общем, я начала говорить то, что у меня было записано. Потом, значит, муж перевел. И потом вдруг, я смотрю, они как бы с таким интересом слушают, знаете, и даже с таким немножко недоумением некоторых на лицах, что вроде как какой-то такой язык тарабарский. И, как вы знаете, характер у меня авантюрный, как я уже много раз говорила. И я подумала, так, а давай-ка я найду какие-то слова, все равно же муж будет переводить им по-английски, по-русски они не понимают, давай-ка я найду какие-то слова, чтобы они красиво звучали, чтобы им понравился русский язык. И вы знаете, я начала плести все, что мне в голову взбредет. Я стала искать какие-то красивые именно слова, чтобы они красивые, ну, понимаете меня. И я начала им говорить, вы знаете, вот русский язык, он такой красивый, я хочу, чтобы он вам понравился. Вот как у нас, он журчит, как ручеек. Вот, например, вот такие вот у нас буквы, которые, в общем, вы не можете сказать. У нас есть буква Ща, Ча-Ща, говорю, Чашка, которые тоже для нас очень приятны, но которые английские люди сказать не смогут. Вот. И я останавливалась так время от времени, муж мой продолжал переводить тот текст, который у него был записан, а я плела, что мне не попадя в голову. Вот. И говорила, что очень жаль, друзья, что вы не знаете очень красивого нашего русского языка, на котором Кушкин говорил наше все. Вот. И который, в общем-то, для вас звучит тарабарщиной, а мне он очень нравится. И, в общем, я, как говорится, тут я оторвалась по полной. И когда, значит, я так разохотилась, что у мужа кончился перевод, а я что-то продолжала говорить, такой небольшой конфуз случился, но я быстро нашлась уже там немножко какой-то у меня все-таки английский был на тот момент. Я сказала, ой, сори, сори, но я настолько хэппи, что вот я даже немножко выбилась из регламента, и вам кое-что рассказала еще лишнего. Вот. То есть никто, конечно, ничего не понял абсолютно, что я вот такое вот себе позволила. И вы знаете, даже я немножко и порадовалась, знаете, чему? Тому что, хоть они и говорят, у них вот есть такое выражение, они любят повторять. Если я помню, я раньше говорила, что мой английский недостаточно хорош, они всегда, у них любимая она, ответ, фраза такая на это. Ой, your English is much better than my Russian. То есть, понимаете, то есть, ой, ну что вы, ваш английский намного лучше, чем мой русский. И сначала, и они так сами смеются над этой своей фразой, прям так они пошутили великолепно. Сначала мне это нравилось, а потом я что-то как-то даже стала меня это напрягать. Думаю, боже, ну что ж вы меня так уж совсем прямо прокидываете. Или это такой английский юмор, который мне не понять. Но, в общем-то, конечно, ваш Russian zero, вы вообще ни одного слова по-русски не знаете. А мой английский я все-таки что-то еще лепечу. Поэтому тут сравнивать и хохотать тут радостно. И мне это не нравилось. Ну и вот я доказала таким образом, что их Russian практически ноль. Несмотря на то, что там были молодые, несмотря на то, что там были всех возрастов люди у нас на свадьбе. Но, тем не менее, никто абсолютно не понял ни единого слова по-русски. Не понимал и не знал. И, в общем, никто не понял то, что я натворила вот такую историю. Вот, друзья, я приехала. Пошла я на Кабутсейл. Рассказала вам то, что обещала. И, в общем, сама даже, вы знаете, очень рада тому, что случилось сегодня. И я обязательно найду трех капитанов. Может быть, и вы найдете. Пишите, друзья. Я вас всех люблю. Удачи. Пока-пока. 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 Продолжение следует...